Жители улицы Старое Село вновь пожаловались на резкий запах нефтепродуктов и большое количество масляных пятен в ручье Песоченко. По их данным, загрязнение здесь происходит периодически. У нас сброс нефтепродуктов или горючих смазочных материалов. Это уже второй раз. Первый раз был у нас 22 апреля и второй раз 11 июня. И начинается запах сразу. Запах невозможный. Ацетоном пахнет. А у нас детская площадка, дети играют здесь. И у людей сразу и давление поднимается, и астма. По словам местных жителей, русло ручья периодически забивается смолистой субстанцией. 19 июня Александр Семин поехал с внуком на рыбалку и почувствовал резкий запах от ручья. Ехали мы в три часа ночи. В ручье вообще сброс был конкретный. Там вообще прям вся вода этими разводами такими масляными и вонище. Очень-очень-очень пахло. В ходе выездного совещания, которое привели заместитель главы администрации Владимир Бурмистров, а также представители Министерства природопользования и других ведомств, было принято ряд решений. Администрация комиссионно выехала на место. Это уже не первый выезд. Есть подозрение, что нефтепродукты и какие-то химические составляющие сливаются в ручей через ревневую канализацию. Мы будем эту ситуацию обследовать тщательно совместно с префектурами, административно-технической инспекцией, с привлечением природоохранной прокуратуры, подготовленное обращение. Будем пытаться установить источник попадания в ручей данных продуктов. Во время выездного совещания были взяты пробы воды за ручья сертифицированной лабораторией МПВД канал. Кроме того, комиссия провела обследование прилегающей территории на предмет выявления возможного источника загрязнения. По результатам будем обращаться в правоохранительные органы. Я думаю, что в ближайшее время мы этот источник обнаружим и пресечем. Как быстро найдут виновника загрязнения ручья Песоченко, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».